Добро пожаловать на программу «Мировое влияние», я Билли Уилсон. Сегодняшняя программа коснется вашей жизни. Помимо привилегии быть президентом университета Орла Робертса, я имею честь помогать руководить глобальной сетью «Исполненной силой 21», призванной в нашем веке снарядить новое поколение силой Духа Святого во славу Божию. Глобальная сеть «Исполненной силой 21» выросла из празднования столетия пробуждения на улице Азуза, которое происходило несколько лет назад в Лос-Анджелесе. Я имею честь вести это служение. В конце этого празднования у нас была самая большая база данных лидеров Божьих, исполненных Духом. Сначала мы не знали, что с ней делать, но со временем Бог начал показывать нам, что мы можем организовать движение для всех исполненных Духом христиан, вне зависимости от деноминации. Сюда входят харизматы, исторические пятидесятники и все другие деноминации, которые верят в силу Духа Святого. Цель глобальной сети — объединиться для того, чтобы помочь новому поколению переживать силу Божию в 21 веке. Это движение имеет обширное видение, чтобы к Пятидесятнице 2033 года каждый человек на земле имел реальную встречу с Иисусом Христом, силой и Духом Святым. Это очень большой вызов и наше движение. Стараются вместе прилагать усилия, чтобы каждый человек имел возможность познать Иисуса Христа. В этом послании я использовал необычное место из Исаии, где говорится о том, что нужно смазать свой щит. Моя цель — донести, что помазанная вера держит территорию вдали от врага для Царства Божьего. Когда мы движемся верой в помазании Духа Святого, сатана должен отступить. Во время этого послания, которое я проповедовал в Западной Европе, Бог может коснуться вас. Возможно, вы хотите больше узнать о движении, исполненной силой 21, и о следующем Всемирном Конгрессе, который пройдет в Иерусалиме. Вы найдете всю информацию на сайте. Или, может, вы хотите узнать, как вам ходить в более динамичной, живой, помазанной вере. Для этого вы можете написать нам на сайте, адрес которого на экране. Расскажите нам о себе, что Бог делает в вашей жизни, и как Бог послужил вам через нашу программу. Оставайтесь с нами. Вы увидите меня за кафедрой в Лондоне. Я буду проповедовать о том, что нам необходимо смазать наши щиты Божьим помазанием. Церковь, исполненная Духом, призвана достигать души, чтобы собрать жатву в мире. И мы должны сделать это к 2033 году. Все люди здесь с восторгом ожидают, что Бог будет делать. Я уезжаю домой, получив новое откровение от Господа. Мы увидели людей со всего мира, приехавших поклониться Богу и стать частью этого единого сообщества. Это удивительно. Поклонение было незабываемым, никогда не переживал ничего подобного. Мы приехали из разных уголков земли поклониться одному Господу. Проповедь невозможно объяснить словами, поэтому я призываю всех объединиться, чтобы вместе мы могли разрушить сатанинские крепости, веками держащие Европу, и чтобы нам приготовить путь для нашего Господа Иисуса. Он должен вскоре прийти к нам. Если мы хотим завоевать новые территории, которые от нас охраняет сатана, нам стоит взять на вооружение очень простой принцип, который, я верю, является для нас ключевым. Он может означать для нас духовную жизнь или духовную смерть. Всего один стих из книги Исаии, 21 глава, 5 стих. «Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют, вставайте, князья, мажьте щиты». Другой перевод — «Вставайте, офицеры, смажьте свои щиты». В Древнем мире в битвах использовали два основных вида орудия. Первое — это, конечно же, меч. И второе орудие воина — это щит. Щит и меч. В ранние времена щиты делали из дерева, а сверху протягивали один или зачастую даже несколько слоев шкуры животных. Таким было оружие защиты. А в другой руке у воина было оружие, способное поразить врага. Воины проводили много времени не только натачивая свой меч, но также много времени у них занимала подготовка щита. Зачастую щиты покрывали шкурой животных в семь слоев. Сама подготовка щита была довольно сложным и кропотливым процессом. Сначала кожу опускали в воду, а потом щит тщательно смазывали елеем. Таким образом, смазанный щит становился готовым для того, чтобы быть использованным в бою. Когда кожа на щите была тщательно смочена, смазана и пропитана маслом, щит становился очень прочным и мог отражать огненные стрелы врага. Помимо того, что такой щит мог гасить вражеские огненные стрелы, он также мог отражать удар мечом, посылаемый врагом. Помазание, которым был покрыт щит, делало его крепким и непроницаемым. Если же щит был не смазан, он легко трескался, и вражеские орудия легко проходили через него. Так, например, когда Давид узнал, что Саул и Иоаннафан были убиты, вот что он воскликнул. Разумеется, сначала Давид проклинает сами Гелвуйские горы, где все это произошло. А потом он говорит, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. То есть из этого высказывания мы видим, что Давид утверждает, что щит Саула не был помазан елеем. Он утратил свою эластичность, и в итоге Саул был убит. Тот, кто был помазан, больше не был помазан. Поэтому во время атаки у Саула не осталось защиты. Щит Саула не был смазан. Он был в трещинах. Масло на нем давно иссохло. Он смазывал его очень давно. Свежего елея на нем не было. И по этой причине враг смог проникнуть сквозь этот щит и погубить того, кто когда-то был помазан. Когда Саул утратил свое помазание, он утратил свою защиту. Он потерял свой щит, и в результате потерял свою жизнь. И прежде чем мы с вами уедем с этого Конгресса, позвольте сказать вам, что Господь наш щит. Помните, Господь говорит это Авраам. Не бойся, Авраам. Я твой щит. Награда твоя весьма велика. Также Давид говорит о Господе. Следующие слова. Но ты, Господи, щит предо мною. Слава моя. И ты возносишь голову мою. А затем в 17-м псалме, в 3-м стихе, Давид говорит о Боге, который помогал ему во всех битвах и был с ним всегда. Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Господь есть наш щит. Когда мы уповаем на Бога, когда мы помазаны Духом Святым, Он становится мечом, защищающим нас со всех сторон. Разумеется, мы знаем, что, когда апостол Павел пишет Ефесинам, Он говорит им, «Ваша брань не против плоти и крови». Вы сражаетесь не против того, что можете видеть своими глазами, что можете осязать и ощупать, но ваша брань против начальств и властей духов злобы поднебесной. Вот какая ваша брань. Поэтому Павел призывал противостать им, встать, облегшись во всеоружие Божие. И в 16 стихе 6 главы послания к Ефесинам он говорит, «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Вера — это не только оборонительное оружие, но и оружие наступательное. Римский щит в основном изготовлялся из дерева и затем покрывался слоями шкуры животных. Но иногда римские щиты делались даже из металла. А в нем были острые концы. Во время битвы римский воин имел короткий меч. Им он мог быстро пронзить врага. Но также в руке у римского воина всегда во время битвы был щит, и он использовал этот щит не только в оборонительных целях. Но он мог ударить врага своим щитом, чтобы тот потерял равновесие, и уже тогда спокойно пронзить его мечом. Когда вы верите Богу, когда вы имеете безумную, смелую, помазанную веру, а вот тогда вы лишаете врага равновесия, ему уже не устоять. И тогда вы применяете меч Слова Божьего, чтобы одержать победу. Когда мы движемся верой в помазание Духа Святого, тогда сатана просто обязан отступить. Мы исполнены силой с вами, поэтому мы собрались на этом месте. Кто-нибудь воздайте Богу славу. В Европе слышен голос. О, если бы вы могли его услышать, Бог высвобождает эти голоса. Мы должны продолжать верить, что славная исцеляющая сила Божья придет в нашу страну и все изменит во имя Иисуса. Ты пережил засуху и прошел огонь. Перевяжи раны на ногах и приготовься к новому, что приготовил для тебя Господь. Он желает даровать нам обильные проливные дожди пробуждения. Уже сегодня нам нужна крепкая и непроницаемая вера, которая не отступает и не сдается при виде трудностей, но поднимается и сбивает врага с ног, чтобы установить Царство Божие. Мы установим его. Бог творит великие дела по всему миру. Сегодня вы смотрите проповедь Билли Уилсона на глобальном конгрессе, исполненной силой 21. Удивительно, насколько мы становимся сильнее, когда в единстве собираемся вместе. В этом суть нашего движения. Наши самые лучшие идеи приходят к нам тогда, когда мы работаем в сотрудничестве. Мы вдохновляем всех не бояться общаться, строить единство и делиться своими идеями. И тогда Бог даст вам новые идеи и поможет вам трудиться в сотрудничестве друг с другом. Недавно мы были в одной стране в Южной Америке. Я пригласил пасторов города собраться вместе. К моему удивлению, они пришли. Мы имели прекрасное общение. Когда молодежь этого города увидела новость о том, что разные церковные лидеры собрались вместе, они спросили, как вам это удалось. А я ответил, все просто. Мы их пригласили. Многие думают, эти на этой стороне, а те по другую сторону. Но на самом деле люди ждут приглашения. Они тоже хотят принимать участие. В единстве сила. Иногда все очень просто. Стоит просто пригласить человека с той стороны, стать частью одного из ваших мероприятий, или прийти к вам на завтрак. Многие просто ждут приглашения. Итак, как мы можем прийти с Евангелием в наше общество, прийти в этот мир в сферу науки, образования, технологии и бизнеса, даже если вы не являетесь частью движения «Исполненной силой 21», я призываю вас подумать о том, как вы можете объединиться с теми, кто служит Богу вокруг вас, и вместе с вашими единомышленниками приготовить, смазывать щиты, чтобы нам достичь наше поколение Евангелием Иисуса. Люди, которых я встречал, кто приносит перемены для Царства Божьего, имеют не просто пассивную веру. Их вера агрессивна. Они не просто стоят в стороне и ожидают, когда их ударит враг. Они наступают первыми, и они своей верой бьют по врагу. Они имеют веру в живого Бога. Они знают, что Бог их щит. Их вера проявляется в их жизни, в их словах и в действиях, и они лишают врага равновесия, сбивают его с ног и утверждают Царство Божие. Я хочу привести в пример двух пожилых женщин, которые жили в Гибридских островах у западных берегов Шотландии. Они принадлежат Соединенному Королевству, и мы с Лизой были там в прошлом году. Это красивое и необычное место. В 20 веке Гибридские острова пережили одно из самых мощных пробуждений 20 века. Пробуждение проникло во все сферы общества. В школы, в бары, в тюрьмы, в каждый уголок этого небольшого кусочка Шотландии. Это пробуждение было настолько сильным, мы смотрели документальные записи и также взяли интервью у нескольких людей, детей-очевидцев. Они говорили о том, что сила Божия была настолько сильной, что тряслись даже здания, где они находились. Прямо как в 4 главе Деяний. Пробуждение на Гибридских островах считается одним из самых мощных движений Божьей силы и страха Божьего в истории. Но мало кто знает, что пробуждение началось с 84-летней слепой женщины и 82-летней женщины, страдающей артритом. Пегги и Кристин Смит были расстроены, что в их церкви нет молодежи. Они начали молиться каждый вторник и пятницу, начиная с 10 вечера и заканчивая ранним утром следующего дня. Однажды ночью Пегги получила слово от Бога в видении. Как вы помните, она была слепой. Но у нее было видение, в котором она увидела, что в их церковь пришло пробуждение. После этого видения она начала двигаться в вере. Она пригласила пастора молиться вместе с ними. Они молились с 10 вечера до утра дважды в неделю. Она слышала о евангелисте по имени Дункан Кэмпбелл и убедила пастора пригласить его на Гибридские острова. Но к моменту, когда евангелист приехал туда, враг уже потерял равновесие. Благодаря вере двух старушек, Царство Божие пришло в это место и потрясло всю нацию. Воздайте Богу славу. Итак, я повторюсь, что нам нужна агрессивная вера. Помазанная вера. Смазанный елеем щит — это агрессивная вера и также объединенная вера. Много лет назад европейцы были известны тем, что они используют щиты очень креативно. Александр Македонский придумал тактику, когда войско объединяет свои щиты, формируя так называемые фаланги. И они продвигались вперед в таких фалангах. Враг не мог к ним подступиться, но еще более эффективные формы использования щитов были у римлян, которые позже одержали победу над греками. Их тактика называлась тестуда или тодос. В этой тактике использования щитов воины становились рядом друг с другом. Сейчас я хочу вам проиллюстрировать это на примере. Братья, можно вас попросить подойти? Я хочу показать на всех нас, иллюстрацию о войско. В тодосе вы покрываете своим щитом стоящего рядом, стоящего слева. Меч они держали в правой руке. Второй воин помогал прикрыть щитом воина, стоящего слева от него. Тот, кто стоит сзади от меня, покрывает мне голову щитом, поэтому со всех сторон воины были окружены щитами. Поэтому римский тодос был непроницаемым. В них могли бросать камни, бросать копья или стрелять стрелами, но они защищали друг друга с помощью своих щитов. В итоге их невозможно было ничем остановить. Спасибо вам, братья. Я хочу сказать вам сегодня, что когда мы объединяем веру с верой, с одной верой, потом с другой и с третьей, когда мы защищаем верой брата или сестру, когда мы защищаем верой своих детей, нас невозможно остановить. Иисус говорил об этом. Все ради славы Божией. В Евангелии сказано так. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы они ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Ну и последний, самый важный пункт на сегодня. «Смазанный щит» — это агрессивная, объединенная вера. Очень прочная вера. Одно из моих самых любимых мест Писания — это первое послание Иоанна 5 глава. Последняя часть стиха гласит, «И сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Ваша вера будет испытана. Я хочу сказать вам сегодня, что самое главное, что интересует врага, в вашей жизни — это ваша вера. Вам нужно научиться правильно использовать свой щит веры, вам нужно убедиться, что он смазан Духом Святым. Чтобы ваша вера не была самодовольной или верой, я верю, что однажды Бог что-то сделает. Но вам нужна активная, помазанная вера, которая сможет угасить огненные стрелы лукавого и отразить все удары врага. Иов осознал, что цель дьявола на самом деле была не забрать у него здоровье, не забрать у него детей. Цель дьявола была не в том, чтобы забрать у Иова его деньги. Целью дьявола в жизни Иова было лишить его веры. И вы знаете, Иов сказал, «Ты можешь забрать у меня моих детей, моих верблюдов и ослов, ты можешь отобрать у меня мою машину и мой дом, ты можешь сделать так, чтобы меня выкинули с работы, ты можешь даже забрать у меня мою ванную или какие-то еще ценные для меня вещи, но кое-что, сатана, тебе все же не удастся у меня отобрать. Я пришел в этот мир нагим, и в могиле моей одежды тоже не понадобится». «Мою веру ты никогда не заберешь. Нак я вышел из чрева матери, наг и возвращусь. Я поднимусь и скажу, да будет имя Господне благословенно. И даже во гробе, когда черви начнут пожирать мою плоть, я все равно буду иметь веру, потому что я узрю его. Мой Искупитель жив. Я знаю это, я верю в это. И однажды я его увижу. Воздайте Богу огромную славу, друзья, ибо он достоин. Наш Искупитель жив сегодня. Когда щит смазывают елеем, смазывают и смазывают, он становится прочным. Нам нужна прочная, упругая, неунывающая вера, которая не отступает и ничего не боится. Которая не сдается при виде трудностей, но сбивает врага с ног и устанавливает Царство Божие. Я ощущаю Божие помазание на этом месте. Вот это да. Сегодня вы разъедетесь по своим домам. Я умоляю вас, друзья. Я очень вас прошу, смазывайте. Хорошенько смазывайте свои щиты. Аминь. Позвольте Духу Святому покрыть вашу веру, пока вы не обретете веру здесь и сейчас. Веру, которая здесь и сейчас. Я благодарен вам, что вы смотрите программу «Мировое влияние», в которой мы транслируем проповедь с регионального конгресса в Западной Европе, исполненной силой 21 в Лондоне. Бог призвал нас иметь помазанную веру. Моя проповедь о том, что мы должны смазывать свои щиты веры. Это так важно в наши дни. Сатана хочет украсть у нас нашу веру, нашу смелость и надежду. Нам нужен смазанный елеем щит, способный угасить все огненные стрелы врага. Когда вы помазаны, вы можете оттолкнуть врага и защитить свое сердце от стрел, которыми он хотел вас сокрушить. Если это слово вам послужило, напишите нам об этом. Каждую неделю мы получаем письма от людей по всему миру. И когда мы получаем известие от вас, мы ободряемся. Мы хотим знать, что Бог делает вашей жизнью через служение мировое влияние. Я буду рад, если вы напишите мне на сайте, адрес которого вы видите на экране, о том, как вам послужил призыв смазывать щиты и как помазание Духа Святого помогло вам одержать победу в ваших битвах. Бог желает, чтобы ваш дом был полон веры, отваги и надежды. Смазывайте ваш щит. Приблизьтесь к Духу Святому, чтобы он наделил вас силой для грядущих битв. Я, Билли Уилсон. Сегодня мы побывали на региональном конгрессе, исполненной силой 21 в Лондоне. Мы говорили о необходимости смазывать свой щит веры. Будьте благословенны. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом университета Орла Робертса. Мы с гордостью поддерживаем глобальное движение, исполненной силой 21. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас. Скоро все в Израиле изменится. Давайте искать Бога и излияние Его Духа. Это и есть Пятидесятница. На небесах мир и свобода. Кому из вас нужно Божие присутствие, вашей жизни, вашем служении? Это звук свободы. Церковь помазана, и она чувствительна к Богу. Мы — Церковь Иисуса Христа. Нам нужно идти в мир. Я все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе. Сила молитвы важна. Наше будущее в безопасности, потому что мы — люди Божии. Огонь Святого Духа дан нам, чтобы менять этот мир. Не пропустите. Регистрируйтесь прямо сейчас на Jerusalem2020.com Исполненный силой. Определение словаря, принявший власть, смелый и вдохновенный. В университете Орел Робертса мы обучаем поколения вдохновенных духом лидеров, мужчин и женщин, с более чем ста стран, готовых производить перемены. И это работает. Журнал Forbes назвал наш университет один из лучших университетов Америки. Princeton Review назвал его лучшей на Западе. Согласно Times Higher Education и Wall Street Journal, университет Орел Робертса на 12-м месте по вовлеченности студентов. The Daily Beast назвал его одним из пяти самых здоровых университетов. На канале Travel Channel наш университетский городок назвали чудесным. Если вы настроены сделать в вашей жизни что-то значительное, присоединяйтесь к нашему вдохновенному Богом всемирному сообществу. Мы здесь не строим мелких планов. И вам тоже не стоит. Мы обучаем целостных лидеров для всего мира. Это наша судьба, а возможно и ваша.